здравствуйте дорогие друзья хотел бы показать в этом видео о том как подключается этот модуль к микроконтроллеру будь то stm 32 или arduino есть мелкие замечания по поводу вдогонку к прошлому видео где собирался этот модуль для фиксации линзы с этой стороны я рекомендую впаять термоклей такой две капельки сделать небольшие то есть к моменту когда вы будете устанавливать у вас будет необходимость этот модуль даже если он пришел в сборке то есть пластиковая тыльная сторона и пластиковая передняя линза если она пришла сборке вам необходимо будет его разобрать впаять вытащить отсюда пинцетом аккуратненько клейкую ленту она очень хорошо приклеена туго дается и ну естественно когда будете разбирать нужно очень ровно в этом направлении не пытаясь одной из сторон поддеть эти ножки очень хрупкие их всего две потом будет сложнее вам их зафиксировать если они отломаются даже если одна из них отломается поэтому здесь ну не торопясь если есть возможность поддеть иголочкой аккуратненько с этой стороны с этой да то есть вот здесь будет зазор вот здесь аккуратненько подели вот тогда ну там условно и с той стороны также поддели иголочкой и аккуратненько так не без резких движений по чуть-чуть ногтем можете помочь как угодно лишь бы было либо небольшой наклон совсем небольшой чтобы не отломить ножки либо уже если уверены в своих силах параллельно вот так разнять эти детали потом когда впаяете уже эту деталь снимите скотч вам будет необходимость установить все назад вот здесь линза здесь призма правее видите вот тут даже двойная линза такая вот справа призма и вот эта вся конструкция должна смотреть на сейчас покажу как то есть вот три отверстия также три линзы одна из них признак точнее вот в эту же сторону не перепутайте потому что перевернуть можно и после того как вы вставили условно вы не застрахованы от выпадания этого этой линзы должен сказать что вы конечно можете так оставить можете посадить на суперклей но тогда неремонтно пригодным становится вот этот весь модуль в случае чего если вы хотите разобрать но не там не дай бог поломалась линза ну смысле там поцарапалась да или там сломался сенсор вы хотите плату оставить как есть или наоборот плата там где-то повредилась а вы хотите сенсор извлечь то есть вот эти все вещи они трудно уже заменяем и когда вы склеили это намерту поэтому я рекомендую вот вам взять вот так я-то пользуюсь не очень аккуратно в том плане что горелкой не совсем хорошо суперклей ну вот вот здесь вот где точечка это торчащая пипка пластмассовая здесь вы можете просто нанести этот силиконовый клей который продается где угодно том числе в леонардо и прочих таких магазинах строительных даже вот одну точечку зафиксировали вот и здесь вторая точечка я тоже нужно это нуждается фиксации так да она у меня пропала только что у меня на виду а вот она скачет так сейчас я зафиксирую на иголки я так тут принципе плавится не сильно и поэтому не сильно не особо воняет мне поэтому я не беспокоюсь распираторе или чем-то еще подобным так вот мы зафиксировали эту линзу она больше не стремится у нас вывалится принципе если вы продумали в корпусе чтобы был упор этой линзы в отверстие какой-либо то тоже хорошо если там в корпусе трекбола тоже отлично но не суть пока что я расскажу о подключении вы можете подключать к любому с метками микроконтроллеров но тут есть нюанс ст м32 поэтому я лучше с него с него начну потому что здесь не должно быть никаких препятствий по напряжению питания этого модуля все идентично то есть тут 33 вольта должно быть питающими тут 33 вольта можете конечно 5 вольт попробовать подать но это на свой страх и риск здесь стоит регулятор линейный который преобразует входящее напряжение до 6 вольт до то есть от 6 ну от диапазона от 2 до 6 по моему если ошибаюсь до установленных с помощью на на плате да здесь установлена выходной если не ошибаюсь 2 и 2 вольта то есть не ниже этого напряжение нужно подавать но чем выше вы подаете напряжение имейте ввиду это линейный преобразователь питания и чем больше разрыв от того какой входящий какое выходящее напряжение исходящее чем больше этот разрыв тем больше нагрев идет то есть в принципе что здесь вы нагреваете подавая как бы больше диапазон скажем если вы 5 вольт подаете а он преобразует 2 и 2 то тут разрыв 2 и 8 до до правильно до 2 и 8 из 5 вольт на вот а если вы с 3 и 3 ну соответственно разрыв меньше у вас получается 9 вольт вот и получается что либо вы здесь даете нагрузку и подавая на него 5 вольт и раз увеличивая разрыв но тогда вы разгружаете преобразователь который находится на стенке или ардуинке да вот она находится здесь у ардуино и здесь вот такой малюсенький маленький совсем на стм 32 вот и либо вы подаете нагрузку на это на этот преобразователь либо на этот я не рискую мне жалко повредить этот модуль он дороже чем стм поэтому я подаю нагрузку больше на этот преобразователь беря отсюда 3 3 вольта на питание здесь та же самая картина но здесь в принципе да здесь здесь еще проще поэтому не так жалко вот а если я как бы вы уверены что этот преобразователь осилит или скажем у вас много какой-то периферии которая на себя необходимо преобразовать 3 3 вольта и вы хотите этот чип разгрузить потому что вас допустим слишком много элементов которые нуждаются в этом напряжении и так далее но не суть откладываем в сторону стм 32 здесь очень важно по распиновке модуль общается с микроконтроллером по интерфейсу с спи чтобы найти пины для начала мы займемся ардуино и дм как это происходит мы должны установить в ардуино и дм плату которая сможет грубо говоря работать позволит работать и стенки в плате в среде ардуино и дм так что мы делаем вводим стм 32 ду и но затем мы заходим в гитхаб видим ардуино корр стм 32 то есть стм 32 дуина это общее как бы репозиторий здесь мы в описании пролистываем вниз и видим getting started берем к ссылку копировать адрес ссылки открываем ардуино и да я это все что мы делаем это чисто для калибровки для первичной инициализации то есть вы дальнейшем вставите встроите свой трекбол или мышь в проект какой там у вас поддерживает его то есть кмк поддерживает модуль пмw 3 360 может быть какие-то другие есть прошивки которые поддерживают проекты стрекболами или мыши мышками на этом модуле поэтому все что мы сейчас делаем это просто простейшие шаги и к тому чтобы проверить что модуль просто работает и что мы можем откалибровать дистанцию от объекта до сенсора поэтому мы пытаемся в ардуино и да я быстренько это все запустить открываем настройки здесь есть дополнительные ссылки для менеджера плат нажимаем вот на эту иконку и здесь мы вставляем вот такую ссылку вот у меня она уже есть нажимаем ok и еще раз ok далее идем в инструменты плата менеджер плат у нас некоторое время прогрузится список плат и здесь мы вводим с так по-английски ст м32 вот и он велся то есть у меня уже installed установлен выбираем там последнюю условно 22 у меня 2 и 2 работает 2 и 3 по он тоже работает нажимаем здесь кнопку установить у меня обновление уже потому что есть далее мы выбираем исходя из того модуля который мы микроконтроллер который мы хотим подключить blackpill 401 и 411 уже здесь есть далее мы выбираем здесь you are enabled здесь мы выбираем generic serial здесь мы не оставляем как есть здесь как есть здесь тоже ничего не меняем и здесь ничего не меняем вот здесь выбираем дфю куб программы потом мы выбираем порт но здесь его нет потому что он еще не подключен когда подключен вы увидите новый порт и загружаем но прежде чем загружать мы откроем распиновку где он нам нужно понять где у нас какие пины отвечает за интерфейс из 5 как мы это находим заходим на наш диск c пользователи у меня пользователь fabis далее appdata далее local потом arduino 15 затем packages stm microelectronics hardware stm 32 версия 220 и здесь выбираем папочку вариант здесь у нас список плат которые общие они для многих плат мы выбираем здесь f4 потому что дальше 401 или 411 заходим сюда ищем в этом списке blackpill они не находим но находим здесь 411 и выше наверняка найдем 401 си си вот это наш здесь мы выбираем вариант blackpill f 401 и открываем листаем вниз и видим вот здесь спи-дефинишнс вот и мы видим вот здесь спи-дефинишнс вот и мы добрались до того как мы какие пины куда подключаем нам здесь на плана модули нужны всего 6 из 7 пинов здесь плохо видно потому что я неправильно сделал размер пометки но в платье которые я расшарил проекте этим эти надписи в больше поэтому вам будет проще это миссу это мисс о это слк это слайд сс это моушен это не используемый пин ну и земля и соответственно питание это все вот 4 пина которые нужны для SPI протокола и питание 2 еще подключаем я миную motion pin который нам сейчас не так необходим с этой стороны сверяемся что земля рядом с пином который не подключен здесь земля это предпоследний пин с этой стороны ну вы найдете надписи GND у меня сейчас просто гребенки перекрывают их но в принципе там по надписям видно что вот если смотреть с этой стороны где Type-C порт вот эта нога это земля и последняя вот предпоследняя нога с этой стороны это земля далее у нас 3,3 вольта здесь то есть здесь и 3,3 вольта здесь это у нас идет крайняя нога с противоположной стороны земли еще раз сверяемся 3,3 вольта я смотрю по надписи вам не видно мне видно но когда у вас будет свежая плата вам будет проще потому что надписи не перекрыты далее идет у нас давайте пойдем от питания 3,3 вольта МИСО смотрим в документации МИСО ПА6 так вот у нас выровняйте ножки вот крайняя справа отвечает за МИСО ищем ПА6 вот он А6 но тут ПА не пишут потому что места мало следующая нога это МОСИ смотрим в документации ПА7 так ищем здесь находим следующий СЦЛК СЦК так чтобы не запутаться сверяем СЦЛК это третий в документации смотрим ПА5 вот он следующий пин это слайв селект в документации ПА4 но в проекте тоже нужно будет его указать вот сюда все подключили модуль теперь нам нужно открыть проект define.ss указать ПА4 как извиняюсь не забыл указать как открыть файл этот это камера проект из библиотеки PMW3360 мы заходим в скетч подключить библиотеку управлять библиотеками так же как его с менеджером плат прогрузится некоторое время библиотеки которые установлены так и вписываем PMW33 и сразу нам предлагает вот этот модуль мы устанавливаем его последнюю версию закрываем здесь открываем примеры и мотаем вниз находим здесь PMW3360 модуль выбираем здесь камера открывается этот проект здесь как я уже говорил ss вводим ПА4 отвечающий за слайд select и загружаем этот проект в прошивку как мы это делаем подключаем питание идет и здесь мы можем увидеть что как бы не подключены никакие устройства нам нужно перевести его в режим bootloader тот самый DFIU который мы выбрали вот здесь для этого нам нужно извлечь питание хотя даже мы по-моему можем вставить питание но не суть мы можем двумя вариантами вот есть здесь кнопочки NRST и boot внизу NRST мы можем зажать и потом воткнуть питание потом отпустить не сработало ну хорошо давайте классическим методом зажимаем сначала boot потом NRST а затем отпускаем сейчас я продемонстрирую вам лучше конечно чем-то пластиковым чтобы не закоротить не дай бог ничего вот появился bootloader среди новых устройств это значит что у вас STM32 вошла в режим то есть еще раз сначала зажали boot затем NRST отпустили NRST отпустили boot и вот у вас появился в списке устройств STMbootloader еще раз убеждаемся у меня F411 потому что бывает так что они очень рядышком вы можете перепутать и даже не заметить что загрузили прошивку или там в процессе прошивки будет ошибка или все зальется но там будет в проекте какие-то проблемы скорее всего не зальется так вот загружаем так вот загружаем проект в появившийся новый порт так так почему-то не появился ну возможно это пока что не важно потому что попробуем сейчас загрузить его и посмотреть на результат если 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 выдаст ошибку что порт не обнаружен и что прошивка не залилась просто помимо переводкните в другой компорт и попытайтесь по новой обнаружив в списке портов новый появившийся ожидаем пока компилируется проект все загрузка загрузка завершена и даже появился комп порт шестой это благодаря тому что мы сделали серию enabled так вот чтобы проверить работает ли он или нет нажимаем инструменты монитор порта вы увидите вот такую жуткую картинку это как раз то что нам нужно это передающиеся данные теперь как это визуализировать в самом же проекте внизу есть закомментированные строки с 69 по 130 выделяем этот код копируем и нам нужно скачать процессинг программу скачем скачем его отсюда убираем свою операционную систему когда он скачен пытаемся найти его скачем здесь вставляем запускаем предварительно нужно закрыть комп порт монитор порта вот здесь потому что он не даст этой картинке сформироваться вот мы подключили рабочий модуль следующим этапом мы настроим дальность и фокусировку и так мы подключили модуль удостоверили что картинка идет по даташиту если не ошибаюсь расстояние от линзы до изучаемого объекта если снимаемого сенсором должно быть порядка 2,2 мм 2,2 мм и что нужно учесть что там люфт достаточно маленький там порядка 4,1 мм это не критично если вы выбьетесь за него но чем точнее вы сфокусируете объект изучаемый который видит сенсор перед камерой то есть по дистанции чем сфокусирование он будет тем лучше будет картинка тем тем лучше он будет реагировать на быстрые движения и прочее и на мельчайшие тоже то есть вы себе облегчаете работу это конечно он и в расфокусе может работать но чем ближе к исходной точке вы его расположите там будет еще элементы блуждания там добавить подшипники еще какие-то элементы возможно чуть выше окажется он но чем ровнее вы сделаете изначально тем меньше будет потом потерь от ваших действий так вот вы можете в проекте определить для себя центр изучить где сенсор видит центр а потом уже замерить дистанцию от центра до края и воспроизвести эти размеры в 3D пакете если вы делаете корпус как определить центр вот вы берете перед сенсором иголочку или какой-то узкий объект и ведете его видите по вертикали то есть это вертикаль и по этой оси ведете перпендикулярно объект и пока он не появится в центре вот этот центр для вас есть то есть для меня с визуальной точки зрения если на глаз прищурившись смотреть это вот граница вот этой вот линзы чуть-чуть выше ее но чуть левее точнее сейчас попробую сфокусироваться но на самом деле если визуально просмотреться то похоже что центр как будто в центре вот этой линзы она поскольку усечена с правой стороны то кажется что я чуть-чуть правее возможно это и есть центр вот этой самой линзы но не суть короче говоря для себя визуально определите если боитесь повредить сенсор не сенсор а линзу ничего страшного то же самое делайте с зубочисткой так же ее ведете вот он центр то есть возможно как раз я левее его смещался когда приближал иголку но по мере отдаления объект должен быть правее то есть вот я сейчас фокусируюсь я буквально вижу структуру дерева вот он в фокусе да здесь это где-то для вас будет вот так да то есть это вот где-то центр между разделяющей линзу вот эту круглую и прямоугольную вот эту вот где-то здесь когда бег будет сфокусирован и дальше вы уже просто когда в проекте снимите мерки вставить встроить в корпус дальше у вас будут блуждания из-за того что вы будете закреплять подшипники в корпусе и это не даст небольшие смещения этого центра но я уже говорил чем лучше вы изначально просчитаете тем меньше потом будет отклонение от нормы вот собственно и все теперь вам остается только встроить проект в в корпус ваш сенсор и залить прошивку например QMK вот здесь есть в окошке в левом углу в нижнем нижнем левом углу окошко цифра SQL это quality то есть исходя из контрастности картинки которая формируется от того что объекты в том числе и в фокусе то есть можно найти там даже значение 100 это как раз таки свидетельство о том что и центр объекта вот этого трекбола он находится в нужном месте к примеру если я смещу его чуть выше то он будет пересвечен вот местами не добьюсь не добьюсь вот этой вот стопроцентной SQL то есть объект может вот таким быть получерным потому что центр не попал то есть у него его крайняя точка трекбола шара этого не касается то есть нету одной его точка и центр вот этого сенсора не находится на одной оси ну вот пожалуй пожалуй что это все что я мог сказать по этому проекту просто встраивайте его в корпус и уже подгоняйте вы в принципе можете даже эту прошивку пока что не стирать пока вы не установите все подшипники на которых фиксируется трекбол вы можете прямо на месте калибровать калибровать и когда уже найдете для себя оптимальное положение уже можете заливать прошивку типа QMK или чего-то еще вот и все что хотел вам рассказать об этом интересном модуле желаю вам удачи в клавиатуру строения и создании трекболов и мышей уже или до места в клавиат